Ребята, всем привет! Меня зовут Алексей Семенцов. На дворе Декабрь мы с вами находимся в Хабаровске, и именно в этом месяце каждый из нас наверняка задумывается о подарке для своих самых родных и близких людей. И наверняка каждый из вас думает о том, блин, а чего бы такого классного сделать для себя любимого? Я, например, долго не думая, точно решил, что своего любимого коня, который сейчас находится за моей спиной, я отправлю крутым специалистам в детейлинг-центр для того, чтобы они из него сделали просто красавчика, как будто бы он только что сошел с конвейера. Прямо сейчас мы туда и отправимся. Готовы, ребята? Поехали! Ребята, ну мы начинаем там стартовый обзор вообще всего моего авто. Я сейчас отдам полностью спич этому замечательному человеку, который является руководителем Макета Авто. Представьте, чтобы тебе все знали в лицо. Ребята, меня зовут Игорь. Это Алексей. И его... Ты назовешь это сам, я уйду, потому что мне будет тяжело это слушать. Игорь, расскажи, что с ним и что нам нужно будет делать. Автомобиль даже на четырех колесах, можно так сказать. Цыгане не украли его у тебя еще? Я его менял на коня. Не крали, да? В общем, в зубы мы ему смотреть не будем, потому что они у него выпали уже давно. По окраске, по крайней мере, переднего бампера это отдельная история. Мы видим на кузове множество царапин, голограмм, повреждений. И что будем делать с этим автомобилем, я думаю, вы узнаете уже в процессе. Но пройдемся в первую очередь по его болячкам, минусам и жизненным повреждениям. Итак, открываем дверь, пошла музыка. Видим протертая кожа, загрязнение на водительском кресле. Вот это частая болячка, если обратить внимание, можно рукой прям нащупать, какой-то рубец, это скатавшийся подогрев. Вот. Боковая поддержка еще более-менее живая, кожа потрескалась, она пересохшая. Все почему? Потому что вы пользуетесь изначально неправильными составами для обработки и пропитки кожи. В магазинах продаются дешевые составы, в них содержатся силиконы, которые забивают все поры у кожи. Кожа не дышит, не получает вещества, которые увлажняют ее. Собственно, от солнца она пересыхает и получается вот такая вот ерунда. Это мы восстановим руль. Этот руль прошел через многие руки. Он такой прям матерый. Либо восстановим, либо перетянем. Уже в процессе с этим разберемся. Центральная консоль. Ну, в более-менее с носом состоянии. КППшка, любимый аксессуар, видимо, его постоянно трогают, жамкают. Машинка, конечно, да, уже немножко не первой свежести, но ведем лоск. Дадим освежиться ей, как снаружи, так и в салоне. Что у нас здесь? Кстати, не обратил внимания динамики у нас. Ну, динамики еще в более-менее хорошем состоянии. Под коврами непонятно что. Посмотрим. Что у тебя под коврами? Деньги у него там нет. Ребят, это беда, вы представляете? Я-то думал, как бы, все более-менее сносно. Мне кажется, вот сразу не бито, не крашено. Один хозяин, это про этот автомобиль должна быть, ну, где-то на дроме. Смотри, смотри, что я видел. Мятина. Она так как-то красуется. Не очень. Вот при переливах. А это водительская сторона. Ты что, это, наверное, перстень твой большой, когда ты берешься вот так. Постоянно броню наклеить. А, кстати, а под ручками-то, смотри, тоже дикобраз был. Вот, посмотри туда. Очень хорошо еду. У пассажира такая же история. Кожа вся в трещинах. Боковая поддержка промятая. Такое ощущение, что здесь ездит кто-то почаще даже, чем сам водитель. Машина же, как Тесла, сама управляет. Так, что здесь? Здесь элементы перетянуты. Здесь в оригинале. Прындл, как мы его называем, весь зацарапанный. Будет блестеть, будет сверкать. Какую-то панельку было желание... А, нет, не панелька, а у нас КППшка. Мы ее также взбодрим. То, что я там видел, вам не надо знать. Ну, их просто убрать, и ничего, в принципе, не изменится. В общем, думаю, фары тоже приведем в порядок. Запомните их вот такими. Так, добавить от них никаких нет. Вот из таких вот мелочей вот как-то все и складывается. На самом деле, на самом деле, ребят, конечно, не все так страшно, как мы рассказываем. Все еще более-менее терпимо. Просто к нам такие машины приезжают, что мама не горюй. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. Ну что? Ну что, я уже жду этого момента, когда я приду и увижу его обновленным. Скажи, насколько вот все критично, если брать по десятибалльной шкале? Ну вот на стартовом таком осмотре. Знаешь, как можно сказать? У твоего автомобиля на полшестого. Стремительно мчится к десяти. Да, где-то вот ближе и не пять, и не семь, ну где-то вот между. Что-то такое. Давай поговорим о том, какая команда будет задействована от тебя, которая будет вообще работать над этим автомобилем. Кто эти люди, чем они будут заниматься, кузов, салон. Значит так, в первую очередь мы делаем работы, которые находятся внутри, в салоне автомобиля. И приводим машину в порядок. Делаем все, чтобы уже при работе с кузовом, либо какими-то другими работами в салон ничего не попадало. У нас все идеально. Машинку загоняем на трехфазную мойку. Делаем полировку. Смотрим, что мы сможем подкорректировать по кузову. Приводим в порядок оптику. Так сказать, глаза красим глазки. И в добрый путь. Как раз новогодние корпоративы, праздники, вечеринки. Номер телефона вы знаете, обращайтесь. Скажи мне, трехфазная мойка, что за такая специализированная процедура? Мы видели, что у вас есть отдельная автомоечная локация. В чем специфика, чем отличается от обычной? Трехфазная мойка – это такая процедура, которая требуется либо раз в месяц, либо раз в квартал, либо кому-то раз в полгода, в год. То есть, что это такое? Глубокая очистка кузова от битума, металлических вкраплений, всяких загрязнений, которые въедаются в лак. Вычищаются арки, подвеска, диски. И также делается глубокая детализированная уборка салона. Вот, собственно, если отдельно разбирать эту процедуру. Круто. Слушай, ну расскажи вообще в целом про автомобили. Кто к вам приезжает? Вот я приехал на своем любимом коне. Вы его можете уже, наверное, называть таким, знаешь, откровенным словом «корыто». Но все-таки любимый и родной. Нет, очень хороший цыганский конь. Ну, вот родной для души. На чем вообще обычно ребята к вам приезжают? Это обычный премиум автомобиль или автомобиль из среднего сегмента? То есть, на чем к вам вообще можно приезжать? На вице, на пасок, вам можно заехать или нет? Ты знаешь, мы как-то не делаем разделение. Кто заехал там на дорогущем Мерседесе или там Панамере, или Астон Мартин, то есть Мазерати. Какие-то прям... Подожди, где ВИЦ? Подожди, ты в этом списке не перечислишь самый главный автомобиль Хабаровска. Я говорю о том, что для нас все машины на одном уровне, даже пусть Жига та же самая заедет, ВИЦ, Плац, я не знаю, там, Приусы. Многие машины у нас обслуживаются и ко всем одинаковые отношения. Ну, вы сами видите, там, сотый крузак, ну, как бы машина какая, каких годов, ну, двухтысячных, относимся к ней так же, как и к любому, там, Гелику или... Ну, специфика разная, но отношения одинаково превосходные ко всем автомобилям. То есть, с каждым автомобилем ребята работают и каждый раз стараются сделать так, чтобы человек получил больше, чем он ожидает. Расскажи еще один ответ на вопрос. Вот смотри, в профиле в Инстаграме у вас указано, что вы являетесь эксклюзивными представителями на Дальнем Востоке, автохимии, Chemical Guys, Keramica Everglas и бронепленка Steg. В чем является это конкурентное преимущество? То есть, я понимаю, это какой-то материал высокого уровня качества, который дает, ну, тот результат, к которому всегда стремится потребитель. Да, все верно. Мы достаточно давно уже работаем с разными материалами, многое протестировали, многое в работе проверили и выбрали лучшие составы, которые на самом деле очень круто работают. Они доступны всем, в том числе и тебе, как обычному юзеру, непрофессионалу. Также круто работают именно в профессиональной сфере, также и в обычном бытовом использовании, когда ты можешь самостоятельно помыть на обычной мойке машинку. И пока ее сушат, самостоятельно что-то какие-то моменты доработать, и она будет просто муах-конфетка. У нас всегда есть в наличии широкий ассортимент продукции для автомобиля. Это ароматизаторы, это шампуни, дитейлер-спрей, прекрасные составы для полировки оптики, также для пластика, матеровой платформы. Слушай, ну и в целом, какой период объема вот этого работы, за сколько мы примерно справимся? Три дня, неделя, месяц, сколько нужно, чтобы с этим со всем справиться? Ну, мы никому сказки не рассказываем, ближе к реальности, с твоим автомобилем это будет где-то в районе недели-дней десяти. Отлично, ну пусть когда дает... Может быть даже в этом году закроем тему. Было бы неплохо. Даем старт нашей работы, жмем руки и погнали в процесс, а вы увидите все детали. Поехали. Погнали. Алексей с машинкой ведутся работы полным ходом, разобрали, все чистим, готовим. Но есть один интересный момент. Это твой пол. Смотри, какая тут дырочка. О, это кто? Здравствуйте, я Лариса из компании Арифлейм. Интересует ваша продукция? ХО-ХО-ХО-ХО-ХО-ХО! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, мы с вами на экваторе. Процесс запущен, парни над машиной работают, пыхтят и делают из нее настоящую ласточку, чтобы прям сияло на дороге. В общем, нашли проблематику, про которую я даже не знал, у меня была дыра в полу, прикиньте, они ее заделали, полностью затянули, сделали по уму, заварили, внутреннюю часть салона достали, отмыли, химчисткой все провели. Подготовили сейчас кузов, сделали трехфазную автомойку, убрали из кузова битум. В общем, полностью комплекс в процесс уже запущен. Теперь идет процесс сборки. Забежал посмотреть, как это классно выглядит, когда салон уже, знаете, вот даже во всяких маленьких деталях, абсолютно чистый, сияющий, сидушки водительские, сидушки пассажирские. С них была полностью снята краска заводская и новенькая, свеженькая, знаете, прям такая приятная на ощупь, была покрашена вновь. Руль также был обновлен, так как была боль, была облезшая краска вот в местах, где мы чаще всего за него держимся. В общем, все сияет изнутри, парни собираются совсем скоро, это все соберут обратно, будет как новенькая, а дальше они переходят на кузов. Я процессом уже сейчас доволен, парни делают вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я прямо сейчас нахожусь в автосервисе, в детейлинг-центре Агита Авто, где за моей спиной стоит готовенький к выдаче мой автомобиль, который парни успели подготовить в срок, за что им огромная благодарность. Свои обязательства они выполнили в полной мере. И прямо сейчас я предлагаю вместе с тобой, дорогой мой зритель, пробежаться по всем крутым ништячкам, которые ребята сделали, постаравшись от чистого сердца над моим автомобилем, и посмотреть, насколько же круто это все преобразилось, насколько же значимы эти мелочи в целом в совокупности, потому что когда мы видим этот автомобиль в дальнейшем на дороге, именно эти мелочи решают. Так вот, пойдемте посмотрим, что они такого крутого сделали, и детально покажу, насколько же классно сейчас это все выглядит. Готовы? Поехали! Парни сделали полную полировку, теперь нет абсолютно никаких рисочек, и для того, чтобы такие, знаете, достаточно брутальные рестайлинговые фары смотрелись еще более круто, была нанесена сверху такая, знаете, притемняющая пленка, причем как на основные фары, так и на туманки. Сейчас общий стиль этой черной жемчужины выглядит просто бомбически, это очень круто. Что сделали парни? Они сделали полную полировку всего капота, в принципе, как у всего автомобиля, и нанесли защитное покрытие, это керамика, если мне память не изменяет, и теперь вот даже рукой очень приятно это делать. Здесь можно как в настоящем, знаете, в зеркале поправлять прическу, просто посмотреть на себя, и вот даже вот так прикоснувшись, это просто кайфушное ощущение. Класс! Еще одна крутая штука, которую парни сделали, это бронепленка на том месте, где зачастую мы тянемся для того, чтобы открыть автомобиль. Мы показывали на первых этапах, какая была боль. Огромное количество риса, который образуется в момент, когда мы тянемся за ручкой, в разных погодных условиях, и в дальнейшем от наших рук остаются 100-500 вот таких разных рисочек. И здесь вот эта зона катастрофически подвержена такому физическому воздействию. Блин, ну, конечно же, как мне показать вообще вот все, что сейчас отполировано, все, что сейчас абсолютно ярко сияет, так же, как капот, так и вся поверхность кузова, сейчас переливается, она отражает абсолютно все, что находится напротив. Это, знаете, прям такая огромная зеркальная поверхность моей черной жемчужины. Это что такое? Я нашел у ребят на Западе, как мне казалось, вроде как неплохую тонировку, которая, знаете, такая съемная. Ее надел, ее убрал. Но парни сказали, Леха, это полный колхоз. Я такой долго не думаю, говорю, ребят, делайте по уму. И они сделали хорошую тонировку, по-моему, светопропускаемость также на 15%. И сейчас никаких волн, никаких пузырчатых здесь нет. Парни сделали абсолютный, знаете, такой расширенный комплекс, который в себя включал следующие элементы. Начинаем с водительской двери. Полностью была снята старая краска, перекрасили на новую. Теперь она один в один с заводским цветом. Сняли полностью всю обшивку, все это вычистили, убрали весь, всю непонятную грязь, которая остается от прикосновений рук. Теперь весь пластик, вся кожа, все абсолютно сияет и переливается. В частности, что было на моем автомобиле? Очень сильно упал поролон, который находится вот здесь для определенной фиксации формы. Парни здесь полностью все вскрыли, убрали поролон старый, дополнили новым, функциональным, и теперь форма опять держится как новенькая. Сняли полностью всю краску на водительском сидении и покрасили краской, которая один в один по цвету сопоставима с колористикой, которая заявлена заводом-изготовителем. И теперь мало того, что это все цвет в цвет, так еще и это очень приятно на тактильные ощущения. Сняли старую краску, они вытянули все жиры, сделали все необходимую обработку профессиональной химии, сделали эту кожу, зачистили полностью. Сейчас это выглядит опять же как оригинал. Здесь обычной перекраской уже не обойдешься. Парни сделали достаточно лютый комплекс работ, они перетянули полностью всю кожу и опять же попали цвет в цвет. Сейчас это и приятно трогать, сейчас это очень круто выглядит эстетически и все сопоставимо с общей колористикой всего салона. Они полностью сняли лак старый и покрыли сейчас это все очень крутой пленкой, которую в любой момент можно будет в дальнейшем снять, в случае если я вдруг захочу обновиться. Сейчас это все выглядит очень сияюще и переливается это все на подлучаеме софитов. Идем дальше. Парни сделали все грамотно. Они сняли полностью все шильдики, они сняли хром, который был вот такой весь потрескавшийся и покрыли это все антихромом. И если присмотреться, это вообще, друзья мои, ручная работа. Сейчас все то, что вы видите на этом шильдике, переливается еще каким-то небесно-космическим цветом. Если уж говорить про антихром, то и вот эта вставка, которая в дальнейшем, ну в прошлом также была хромирована, у нее были определенного вида коски, которые привлекали внимание. Сейчас тоже затянута в антихром. И вся общая картина автомобиля, если присмотреться к нему уже сзади, если вы понимаете о чем я, выглядит очень пушечно. В общем, ребята это все вычистили, законсервировали. И сейчас можно говорить уверенно, то что под капотом этого автомобиля нормальный, живой, бодрый двигатель, который мало того, что функционирует, как и прежде, хорошо, так он еще и эстетически приятен. Когда ты открываешь капот, посмотреть, что внутри, тебе можно, знаешь, спокойно, не стесняясь, все потрогать, какую-то пластику брать, и не стесняясь, что ты станешь каким-то грязным, зачуханным, потому что ребята все сделали по уму, в принципе, как и обычно. Ну что ж, друзья, наконец-то наш долгожданный проект подошел к самому логическому завершению. Алексею мы отдаем ключи, которые он нам отдавал в самом начале. И можем сказать, Леха, твоя тачка официально прокачивает. От души. Это был крутой опыт. Акита Афта полноценно прокачали мою тачку. Я говорю абсолютно уверенно, что этим ребятам можно доверять. А мы теперь знаем, что мы можем еще и не то делать, что обычно. Вот на его машине мы реально убедились, что нам все по плечу. Но пока двигатели и ходовка это не наша. Вот, а все остальное. Все остальное ребята сделают. Ребят, проверим на себе. Доверяйте. Это было круто, да? Отбиваем плачок и туда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok